Ежедневно на улицах города можно увидеть служебные машины, оповещающие жителей таким сигналом о необходимости оставаться дома. В Пущине действует режим самоизоляции. Полиция нашего города проводит профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусом. Патрулирование происходит как в пешем порядке, так и автопатрулем. Также на служебной машине с проблесковыми маячками включается специальное сигнальное устройство, из которого доводится до жителей информация. Патрулирование проходит ежедневно. Днем каждые 2-3 часа, а вечером и ночью машина проезжает раз в час. Но этим профилактические меры полиции не ограничиваются. Полиция полностью отрабатывает лиц, которые вернулись из-за рубежа. Они обязаны в течение 14 дней находиться дома, либо в больнице, если что-то плохо у них со здоровьем. По данным Роспотребнадзора, в Пущине около 125 человек, которые вернулись из-за границы. По словам Сергея Зобнина, большинство из них уже спокойно может передвигаться по городу. Ежедневно участковые выходят на адреса, чтобы убедиться, соблюдает ли человек необходимый карантин. Сотрудники полиции проверяют нахождение жителя в изоляции, общаясь с ним через домофон. Алло, здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Вы у нас недавно из-за границы, из Талана пролетели, правильно? Да. Вам в аэропорту Талан давали уведомление о том, что вам 14-дневный срок, вы находитесь на карантине. Да, давай. Что вам нельзя покидать дом. Смотрите, при малейшем ухудшении самочувствия необходимо сразу же незамедлительно вам обращаться в крачу. С жителями, которые не должны соблюдать карантин, также ведется работа. Особое внимание полиция уделяет пущинцам старше 65 лет, так как они находятся в зоне риска. На улице сотрудник вручает им уведомления, в котором расположена анкета, а также ссылка на сайт и номера телефонов. Там можно узнать более подробную информацию. На данный момент в городском округе Пущино штрафы введены только для тех, кто нарушил необходимый карантин. Для остальных жителей никакие санкции не предусмотрены. Проводятся только профилактические мероприятия. Сейчас штрафы применяются только к лицам, которые прилетают из-за границы и в течение 14 дней должны находиться дома. Если мы вручили предписание, то если на улице его остановят, он будет привлечен по статье 6.3. Административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей на физических лиц. Это суд уже решает. Во время самоизоляции жители могут выходить на улицу только по необходимости. Например, угроза жизни и здоровью, покупка продуктов, вынос мусора и выгул домашних животных не далее 100 метров от дома. Также необходимо соблюдать меры предосторожности. Чаще мыть руки, избегать мест скопления людей, использовать дезинфицирующие средства, перчатки и маски. При ухудшении самочувствия или появлении признаков ОРВИ у жителя или его родственников, необходимо незамедлительно вызвать врача. Ну, я считаю, что отчасти где-то это бесполезно, но все-таки считаю, что соблюдать меры предосторожности стоит. Я просто считаю, что это отчасти преувеличение того, что, мол... Настоящие масштабы болезни – это неправда. Ну, возможно, как-то так. В ситуации с коронавирусом есть факты, которые не допускают двусмысленных трактовок. Среди них число умерших. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 13 апреля в Подмосковье от COVID-19 скончались 19 человек. Всего зарегистрировано более 1800 случаев заражения. В городском округе Пущино подтверждение заболевания не зафиксировано. Однако коронавирус опасен не только с биологической точки зрения, но и с социальной. В связи с пандемией у мошенников появились новые способы наживы. Это может быть доставка еды, предложение купить медикаменты или получить государственные выплаты. На территории города Пущино пока такого не было зарегистрировано, слава богу. Но все равно в связи с этим, особенно пожилым людям, стоит повнимательнее относиться к звонкам и к тематике, связанной с коронавирусом. Во-первых, поменьше общаться по телефону, когда они звонят со скрытых номеров. И, в принципе, можно всю информацию перепроверять. Также в полиции, когда им поступают звонки. Если житель столкнулся с угрозой мошенничества, необходимо сразу же обращаться в полицию. Сотрудники незамедлительно отреагируют на вызов, проверят информацию и окажут помощь. Ксения Франзин, Иван Хромов, Тимофей Акимов. ТВ Спущино.